здравствуйте друзья товарищи сегодня у нас аудиофильские наушники не удивляйтесь максимально бюджетного сегмента но аудиофильские вот они перед вами это наушники киби ир ларк ларк в переводе с английского жаворонок птичка поет летает в общем утренняя ранняя пташка собственно про эти наушники мы сегодня поговорим но сперва я объясню вам почему я считаю все-таки аудиофильскими давайте проясним один момент что такое для аудиофилов понятие аудиофилия что прежде всего ценится аудиофилами в аудиофилии я долго думал и пришел к выводу что это разрешение звука чем выше разрешение звука тем более аудиофильские наушники колонки любая аппаратура кто-то скажет но наверное детализация ARE же еще там атака на низах тут вот все это все совокупность разрешения звука детализация воздушность естественность подачи вокала там и так далее то есть это все собственно gotten разрешение звука это все относится к одному параметру и вот то самое разрешение это самое главное типа вот основополагающие аудиофильского звука так вот в Разрешение в этих наушниках такое, которое я еще не встречал ни разу, то есть я много всяких наушников переслушал, но таких кривых наушников, кривых по верхам, но они играют очень прикольно, с кучей оговорок на самом деле. Но мне наушники больше понравились, это спойлер, чем не понравились, и в коллекцию их взять можно просто ради какого-то лютого фана, допустим, если вы коллекционируете внутриканалы различные, то ради определенного фана их можно взять в коллекцию. По крайней мере, это в любом случае будет лучше, чем планары от KZ PR2, потому что там вообще, ну, это прям, те, я говорю, своеобразные наушники можно для коллекции взять, но вот это гораздо круче. Это не планары, но по звуку они гораздо интереснее, хотя еще раз повторюсь, наушники кривые, типа, я встречал в сети обзоры, чуваки говорят, это ровный звук, ровные наушники, все, и чего, блядь, и вы потом АЧХ увидите. Какие нахрен ровные? Я их когда одел, я такой, что? Тут просто как будто взяли эквалайзер на 11-12 кГц, задрали тут вот просто в небеса на максимальную высоту, и типа вот этим разрешением звука добились. Но прикол в том, что, ну, динамик так настроен, они могут еще выше, типа, эквалайзером можно их задрать, и они будут еще прозрачнее, воздушнее играть, хотя, казалось бы, куда еще уже некуда. Ну, все же, давайте по порядку. Распаковал я их. Один динамический динамик, один балансная арматура, коннекторы 0,78 мм, двухпиновые. АЧХ стандартный для большинства бюджетных наушников 2020. Динамический динамик 10-мм, чувствительность наушников 106 дБ и сопротивление 16 Ом. Ну, распакуем. И тут так дорого-богато, знаете, в Советском Союзе, если кто-то застал, может быть, у ваших бабушек, дедушек, были такие пеналы из фанеры. Вот так же тряпочка была, за нее открывалась. Открываешь, и там вилки, ложки хранились различные. Ну, в этих наушниках дизайн, конечно, пожалуй, самое слабое звено, опять же, потому что лично мне они вообще не зашли с таким дизайном. Отвратительно просто. Какая-то бомжовская железка просто с какими-то сотами. Какой-то глянец непонятный металлический из силумина. Это все, ну, так не знаю, как-то по мне вообще ни о чем. Вот это вот выглядит внешний видок у них, конечно, отвратненько. Им бы больше подошло, наверное, какой-то пластик, акрил. И акрил выкрашенный в голубой цвет, и на нем белые облачка такие небесные, потому что сами наушники, они воздушные. И неплохо было бы им дать вот такую вот внешнюю оболочечку. Здесь идет фиолетовый пластик, тут надписи, там динамик. Вот такие вот звуководы, если что. Ну, вот они. Наушники поставляются со стандартными амбишурами, вы дальше увидите. Вот эти амбишуры мне прислали производители. Интересные такие амбишурки с очень широким отверстием для звуковода. И полностью, как говорится, весь звук идет в ухо. Обычно амбишуры, они такие маленькие, с такими пимпочками. Здесь дырочки совсем миниатюрные в них. А здесь прям во всю Ивановскую, как говорится, слушай, не хочу, слушай, не обляпайся. А еще в комплекте прислали сумочку для этих наушников. Она выглядит вот так. Ну и здесь для амбишур есть отдельный кармашек и просто место для наушников и провода. И здесь в комплекте идут две упаковки с амбишурами. Черненькие амбюшки с маленькими отверстиями. И беленькие амбюшки с маленькими отверстиями. Беленькие помягче, черненькие пожестче. На звук они вроде как, по-моему, разницы абсолютно никакой. Ну, вроде как. Я, по крайней мере, не обнаружил разницу между черными и белыми. Только разница в комфорте, как они сидят в ушах. Белые вроде как поинтереснее. Но это еще, естественно, не весь комплект. Также в комплекте с наушниками еще и полагается вот такой тут Bluetooth-модуль. Это отдельная плата за этот Bluetooth-модуль 5.1. То есть, ну вот, производитель мне прислал его. Здесь в обзоре я его не буду рассматривать. Вот мы сделаем отдельно на него обзорчик. Есть ли, или возможно ли аудиофилия через Bluetooth. Собственно, такое название я придумал. Название есть, а тестов еще нет. В общем, я даже не распаковывал. Потом распечатаем, послушаем и выясним. Можно ли слушать все-таки современные, современные, внутриканальные наушники через Bluetooth. И есть ли разница между проводами и Bluetooth. Послушал, и я сразу офигел от того, какое действительно высокое разрешение звука они выдают. Вот эти наушники металлические. Они перед вами, они прямо вот они. Здесь у меня провода, все это. Я их на смартфоне тестировал первые, наверное, первые пару дней. Я гонял их чисто на смартфоне. Я их под вечер еще открыл. Я их послушал так полчасика. Лежа на кровати уже такой. И спать как-то особо перехотелось, потому что они очень яркие по звуку, насыщенные. Я их отложил такой, окей, надо спать. На следующий день я их решил погреть. Все-таки динамический динамик, здесь арматура. И что мне вечером удивило в них и не понравилось. Ну, неприятно удивило. Они дают сибилянты. Нельзя сказать, что они там сибилитивные какие-то, с намеком на сибилянты. Нет, нужно сказать правду. Они прям сибилянты херачат. Не везде. Есть музыка, треки, песни. Есть альбомы какие-то, где они хорошо играют. Никаких сибилянтов. Или намеков на сибилянты. А есть прям, где они сыпят сибилянтами. Причем на качественных записях. То есть, нельзя сказать, что это говно им потришное какое-нибудь. Или оцифровка стрёмная. Они тут некоторые качественные записи выдают сибилянты. И это мне не понравилось. В общем, на следующий день я их решил погреть. Я их гонял 6 часов. Тоже они играли просто на максимальной громкости. Смартфон, вот этот Xiaomi Mi 9 Lite, он очень громкий. С хорошим кодеком, с хорошим звуком. Громкий, да усерд. Он на максимальной громкости не послушаешь. Там слуху будет очень больно и хреново. В общем, гонял я их на максимальной громкости. 6 часов. Играли они тяжеля. Группа Disturbit. В общем, спустя время я их надел. Сибилянтов такое ощущение, что стало меньше процентов на 10-15. То есть, незначительно сибилянты сбавились. Они снизились совсем чуть-чуть. Но, вы знаете, у меня есть прекрасная палочка-выручалочка против сибилянтов. Это амбушюры. Пенные, как я уже неоднократно говорил. Я еще с времен KZ, ZSN, Pro X заприметил пенные амбушюры. И, в общем, я надел сюда пенки. Надел их и снял потом. По одной простой причине. Что пенки, они, конечно, они скрадывают сибилянты. Они делают звук мягче. Но, тем самым, они убивают бас. Здесь интересный бас. Он может копать глубоковато. Не сказать, что он какой-то подавляющий. Но он может глубоко залезть, этот бас, там, где надо. Опять же, он не играет везде, где хочешь. Он играет вот четко там, где он есть, где он должен быть. Также здесь бас не только имеется. Он вкусный, он хороший, он быстрый, как я уже говорю. То есть, в последнее время попадаются наушники с быстрым басом. Вот планары KZ были с быстрым басом. Эти с быстрым басом. И он текстурный. Например, песня Milian Farne, Калифорния. Там басовая струна. И вот, когда ее дергают, басист, слышно, как она рычит. Я уже в каком-то ролике говорил про эту басовую струну. И вот здесь это прям хорошо слышно. Вроде бы говорил, точно не помню. Здесь это хорошо слышно, на самом деле. Как басовая струна здесь вибрирует. Прям вот ее вот оплёточка басовая. Ну, прям вот слышно эту текстуру баса. Мне не очень понравилось то, что здесь завалена середина. Нижняя середина завалена. Какая-то просто сама по себе середина. Тоже завалена. Верхняя середина в порядке. Но вот именно нижняя и средняя середина, они как-то уходят вниз. Я не знаю, что на графике АЧХ, потом глянем поподробнее. Но вот я по своим субъективным ощущениям это отмечаю. Большинству треков, какому-то вокалу, женскому, мужскому, неважно. Мужскому так и подавно. И женскому тоже зачастую не хватает плотности. Не хватает какой-то телесности. Опять же такие аудиофильские термины. Но тем не менее, куда без этого. Эти термины есть, мы их будем употреблять. Не хватает плотности, не хватает телесности. Из-за чего вокал, он слишком воздушный. Не то, чтобы какой-то совсем уж невесомый. Но вот поменьше бы ему воздуха дать. Я не думал, что такое скажу, но вот поменьше бы воздуха дать. Чтобы побольше телесности ощущалось. Сам тональный баланс наушников, он больше куда-то к верхам. То есть он неравномерный. Он больше к верхам клонит тональный баланс. И когда их слушаешь, создается впечатление, что вот как-то тонковато играют инструменты. Как-то тонковато голос звучит. Он как-то тональный баланс, он все-таки вверх вытянут у них. И поэтому есть такое ощущение, что ты как бы вот слушаешь, но не хватает больше прогружения звука. Я бы так это сказал. Он какой-то такой витиеватый, такой хуяк мимолетный. Не хватает большего прогружения. Я эмоционально рассказываю, потому что на самом деле наушники мне понравились. Но я должен сказать о минусах, потому что там честный обзор все-таки. Никак. В общем, можно поиграться с эквалайзером. Сейчас увидите АЧХ на экране. И я не буду показывать свой эквалайзер, как я настроил. Я просто скажу, почему этого не стоит делать. Я решил эквалайзером немножко снизить 8 кГц и убрать 11 кГц. Ну не убрать, а тоже понизить. 8-11 кГц. Я это сделал. Сибилянты почти исчезли. Они остались номинально. Но это скорее налег на сибилятивность получился. А сами сибилянты исчезли. Но минус в том, что они потеряли свой шарм, свою прелесть. Они потеряли вот тот самый кайф высокого разрешения звука. То есть ты их слушаешь, как бы все приятно, хорошо играет. Сибилянты уже уши не пилят особо сильно. И их нет, можно сказать. А вот великолепное разрешение звука ушло. То есть оно осталось, но того самого ярчайшего, максимально жирного разрешения звука, воздушного этого, его нет. То есть ты такой слушаешь, да, прикольно, прикольно. Ну блин. Изначально они играли очень как-то, как будто какая-то камерная атмосфера. Как будто вот сцена певицы, она своим голосом охрененным там, офигенным, красиво поет. И вот слышно каждое дыхание ее слышно. Вот во время ее пения слышно, как воздух из ее легких выходит. Настолько там задранный 8,11 килогерц. И когда ты их понижаешь, немножко даже, там на несколько децибел буквально всего лишь, теряется вот эта магия, вот это волшебство звука теряется, высокого разрешения, вот этот супер хай рез теряется. И ты такой, ну блин, верну-ка я. Отключаешь эквалайзер и ты слышишь появление сибиллянтов, но при этом ты слышишь буквально дыхание воздуха у певицы, как он у нее изо рта из легких выходит. То есть ты слышишь вот это, то есть разрешение просто колоссальное. Вот почему я их называю аудиофильскими. У них разрешение настолько высокое, неестественно высокое, неестественно высокое. Естественно у дорогих аудиофильских наушников такого нет, потому что там все-таки как-никак какой-то баланс стараются соблюдать. Конечно там без перегибов тоже не бывает, потому что аудиофильские наушники это нифига не ровный звук. Это всегда кривые с перегибами наушники, но чтобы настолько типа разрешение им, это первые наушники вот настолько яркие, и при этом их приятно слушать. Но тут опять же вот закрадывается один нюанс. Какие-то треки офигенно играют, какие-то просто бээ, дрэк. Просто взять ту же самую земфиру, ее приятно и хорошо слушать, но на средней громкости. Делаешь выше средней, все, земфира начинает петь стеклом, ее голос становится... Музыка распадается, вот че. На средней громкости все нормально, но выше средней трек начинает ломаться, то есть каждый инструмент как будто не в попад работает. Гитара, барабаны, ее голос, голос искажается. Там нет искажений типа хрипов каких-то, еще чего-то нет. Там искажения в плане того, что меняется вообще тональный баланс, темперальный баланс, как-то это все звучит неестественно, это все кусковато звучит, неорганично. И поэтому, вот допустим, земфиру на высокой громкости слушать просто ну никак, просто вообще никак, хотя на средней она уж прекрасно играет. Детализация потрясающая. В TRN-VX такой детализации нет, какая здесь есть, к примеру, хотя там 6 арматурных драйверов, 3 на середину и 3 наверха. Здесь всего лишь один арматурчик. И как они играют, с каким разрешением просто обосраться. Ну тот же TRN-VX они гораздо ровнее в этом плане, хотя они тоже кривые, но они гораздо ровнее вот этих. Найтвиш слушал. Найтвиш зашел просто на ура. Я слушаю, кайфую. Найтвиш очень хорошо. Баса чуть-чуть почему-то не хватает, но все остальное на Найтвиши. Но все остальное просто великолепно и на высокой громкости, и на средней, и низкой. Кстати, наушники, кто не любит громко слушать музыку, но прикол в том, что когда ты слушаешь тихо, детализация часто уплывает от тебя. Даже на хороших наушниках, высоко детализированных. А когда с прибавлением громкости детализация вылазит, ты хорошо все слышишь, но кому-то не нравится громко наушники слушать. Я бы мог посоветовать эти, потому что они даже на тихой громкости очень хорошо детализированы. Вот именно за счет вот этих пиков на 8, на 12 кГц, до усрачки там. Ну там 11, где-то так. Ну сложно как-то вот понять. 12, 11, но на 11 кГц эквалайзер крутил, и это работало. Значит, ну где-то 11, наверное, у них пик. Что еще по звуку? Электроника мне здесь не зашла. Тиеста, опять же, своего любимого, диджей Тиеста слушал, не зашло вообще. Зиверт, казалось бы, вот как вот они сейчас современные треки, попсовые исполнители, они пытаются максимально вот сделать удобоваримыми на любом ведре. Колонка, вот это Bluetooth, что за лупа китайская за 3 рубля, что какая-нибудь фирменная, там какая-нибудь JBL будет. Зиверт везде должна играть хорошо. Ну, нет, не Зиверт вообще, кто угодно, из попсы современной, какой-нибудь электронной, полуэлектронной попсы, они везде должны играть хорошо. Так вот, эти наушники, Зиверт, ну не то, что обосрались, но они играют ее не так, как должны ее играть. Вот что я могу сказать. То есть они не под каждый жанр, но, вот опять же, Миллион Ферме Калифорния, там столько сибиллянтов насыпано просто, хотя бас красивый, там у сибиллянтов просто ужас. Мне очень понравился вокал, в них Эния. Если вот слушать, допустим, что-то очень красивое, эфемерное такое, готическое что-нибудь, или Нью Эйдж какую-нибудь. Потрясающе. То есть создается именно впечатление, что она под каменными сводами какими-то стоит, и ты вот в окружении этих каменных сводов, и она какие-нибудь там, сцены какие-нибудь, и, сука, это красиво. Ты слушаешь, такой, охренеть, и дыхание ее слышно, и все эти переливы, и вот этот, ну слышно прямо, как вот разрешение такое, что аж прямо, повторюсь, воздух вот слышно, как выходит из ее легких, с ее вокалом. Потрясающе Вот Эне просто заслушаться можно И подобные голосовые Вот, например, полные любви Российская певица У нее тоже очень необычный, интересный вокал Вокальные вещи такие Просто прекрасно будет послушать И их в коллекции взять Вот опять же, не под каждый жанр они Но под какую-то группу, под какой-то альбом Хорошо заходят Blackmore Nights слушал Blackmore Nights, великолепная группа Сколько раз ее в своих видосах рассказываю про них Вот здесь мне не понравилось, как Blackmore играет Там у них куча всяких колокольчиков У них там перкуссионных просто миллион У них струнных там тысячи всяких играет У них вот эти вот цимбалы Кто не знает, это такая Хридовина, с палочками Очень звонкая, как колокольчики она И вот это все превращается в стеклянный звук Там все, вот это стекло смешивается Вот это все на верхах превращается в стекло Она бзым-бзым-бзым Где музыка, где голос, где Кэндис Найт Это и все остальное, где Вот Blackmore мне здесь не понравились в этих наушниках Допустим, оставлять их в коллекцию Их можно оставлять в коллекцию Чтобы просто, допустим, ту же Энию послушать Вот она нигде так Воздушно И широко разрешенная Не знаю, как сказать С широким разрешением Она нигде так звучать не будет, как в этих наушниках И наушники сами по себе довольно интересно рисуют сцену Если слушать их на телефоне, то получается, что Они немножко Телефон, как-то чип, вот этот вот кодек Он немножко ближе их пододвигает У тебя какая-то маленькая Не маленькая, а как-то, ну поменьше что ли Сцена образуется Вокал чуть плотнее как-то слышится А когда, допустим, с FIO K7 я слушаю ЦАПа усилитель стационарный Сцена шире становится Не сильно, но она пошире Она поглубже становится Но вокал становится более таким Еще более легким и невесомым То есть здесь на самом деле Нет какой-то между телефоном и ЦАПом Разницы в звуке особой Просто чуть разная подача Качество звука и там, и там Хорошее, потрясающее, отличное качество звука Но вот подача у них разная И мне по-разному понравилось их слушать Допустим, та же самая Катимилуа Джаз Лучше играет с телефона Она как-то, ее голос такой более теплый Женственный, нежный, мягкий Очень приятно послушать С FIO K7 он какой-то более такой Он и так-то, этот FIO K7 Он более такой сочный Он более яркий Он неестественно яркий Он такой, ну не совсем ровный В отличие от телефона В телефоне звук ровнее Более естественно Катимилуа слушается Дело в том, что, допустим Если бы они не были такими яркими И сами по себе наушники По звуку такими Чрезмерно воздушными Чрезмерно яркими Они бы из FIO хорошо слушались Они и так хорошо слушаются Вот тот же Найтвиш с FIO мне очень зашел Но Они не для всех Эти наушники Те, кто любит притемненный звук Томный Кто от ВЧ Фобии страдает Кто не любит там высокие частоты Они не зайдут Тем более сибиллианты проявляются А если сибиллианты погасишь пенными абюшурами То басик потеряется Потеряется Это волшебство потеряется Разрешение Вот это вот само Оно останется Но вот это сверхразрешение потеряется Они цены именно за сверхразрешение То есть они дают тебе Конечно вот это сверхразрешение Можно в принципе в любых неплохих наушниках Выжать эквалайзером Но прикол в том, что мы же с вами не используем эквалайзеры У нас все в проводах У нас все с вами в источниках Усилителях Там в цапиках У нас все с вами в наушниках В абюшурах Все кроется Настройка звука Дурак может в эквалайзером настроить Любой дурак Купил средние наушники Подкрутил эквалайзером Все, кайфуешь Тебе же ничего не надо Так неинтересно Интересно экспериментировать Кабель поменять Потыкать в комп В усилитель В телефон потыкать Посравнивать как они играют Амбюшуры поменять на них Погреть эти наушники Разной музыкой На протяжении длительного времени На большой громкости Поэкспериментировать Ты тыкаешься как этот Как конструктор Такой своего рода А если полез в эквалайзер Все скучно Уже неинтересно Уже наушники ненадолго Ты их послушал Все понял про них В эквалайзером настроил Ну и все Можно в долгий ящик убирать Наслушался Да, хорошо играет С высоким разрешением А вот когда ты получаешь Просто вот такую настройку Высокоразрешенную Да еще и сам начинаешь Амбюшуры менять Там два дня с этими Послушал амбюшурами Три дня с этими Провод поменял Там неделю послушал С этим проводом Потом источник изменил Там с телефона Перешел на фил Там еще В итоге ты наушники Месяц слушаешь Весь месяц кайфуешь Экспериментируя Сам где-то придумываешь Себе что-то Где-то додумываешь Там придумал Вот с этими амбюшурами Звук лучше Вот Потом через неделю Старый вернул Хоть не Нет, со старыми лучше Короче Вот эти вот Метания аудиофилов Оно и есть удовольствие Понимаете Я давным-давно Раскрыл вот это все Когда вот Аудиофил Становится полностью Удовлетворен Он становится несчастен Просто по одной простой Ну хотя настоящего Аудиофила Хрен ты удовлетворишь Но все-таки Когда он находит Какой-то свой священный Грааль Становится в принципе Более-менее Удовлетворен звуком Он в плане Своих изысканий Музыкальных Он становится такой Ну Вот и все Я нашел То, что мне нравится И все Аудиофил превращается В меломана Наверное Он просто слушает музыку И ему же Не так интересно Вот это все А когда ты Постоянно Хочу вот эти амбушюры Заказать Хочу вот эти заказать Вот эти Вот эти Вот эти Поменяю их Послушаю Ага Есть ли разница А вот как Меняется звук-то Ачх А кабель возьму А вот это С такой-то меди возьму А вот посеребряный А вот с коннектором А вот с такими А вот балансный выход И все И ты когда вот в этих метаниях Это интересно Тебе постоянно есть О чем подумать О чем помечтать О чем поразмышлять О чем подискутировать С кем-то Диалог развести Кому-то жопу порвать В комментариях Кто-то тебе рвет В общем Это и есть суть Вот этой аудиофилии Споры Жаркие Не прекращающиеся На форумах Собственные Выслушивания Какие-то Открытия новых Жанров музыки В этом Вся прелесть Понимаете А эквалайзером Можно накрутить В принципе Более-менее Любые Неплохие наушники И высокое разрешение Им задать И баса там Можно навалить И все, что хочешь Там тебе все Будет устраивать Ну это же скучно Поэтому мы не Используем эквалайзер Ладно Сегодня моему каналу Ну как сегодня Вы уже когда будете смотреть Там уже не сегодня будет А ваше Вот это завтра Или послезавтра Когда там Сегодня Сегодня шестое Десятое Десятое Две тысячи третьего Двенадцать лет Моему каналу Исполнилось Двенадцать лет назад В этот день Я залил первый Залил первый Видеоролик На ютуб Про танки Онлайн Этот ролик был В общем Двенадцать лет Каналу Исполнилось И сегодня Вот такой видос Про наушники Начинали с танков Продолжаем наушниками Ну что друзья На этом все Ссылка на наушники Будет в описании И еще раз повторюсь Для кого и для чего Эти наушники Как первые Их брать Это вряд ли У вас уже должны быть Какие-то наушники На повседнев На постоянку Взять их Как в качестве Супер разрешения Для какого-то вокала Для чего-то такого Да Но не стоит забывать Что сибилянты есть Не везде Но если есть То они есть Гастится сибилянты Повторюсь Амбушюрками пенными Но теряется Супер разрешение Поэтому Использовать пенные амбушюры Наверное будет Ну моветон В данном случае По крайней мере это точно Провода менять Ну так какой смысл Их прелесть Вот именно в этом Разрешении звука И пожалуй Повторюсь опять же Людям склонным К ватчифобии Наушники противопоказаны Именно вот данные наушники Остальным Как вторые Как третьи наушники Именно для высокого разрешения Для выслушивания Супер вокала Какого-то Вот этого Атмосферного Мега воздушного Это да Это великолепно То есть я их не хочу убирать Там сейчас на полку куда-то Я их оставлю Я их еще и дальше буду слушать Они прикольные Я пока их не наслушался Продолжу от них кайфовать Они необычные И Можно найти Как говорится Изюминку Вот в этом вот Очень чрезмерно Ярком Звуке С высоким разрешением Свою изюминку можно найти Все Лайк Подписка Колокольчик Если кто-то будет заказывать По ссылке Ну кто-то будет заказывать Наверняка Можете написать Производителю Сделать ему скриншот С моего канала Сказать что вы мой подписчик И что вы по моему совету Покупаете у него наушники Попросите скидку Вам сделают скидку Не знаю какую Сами договариваетесь Но скидку вам сделают продавец Это 100% Потому что продавец адекватный И Ну Адекватный В принципе этого достаточно Все друзья Всем пока 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 И да Конечно как иначе Слушайте хорошую музыку На Начального уровня Аудиофильских наушниках Все Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok